Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Здорово, если вы будете петь малышу. Для развития коммуникации будет необходимо показывать малышу различные предметы, описывать их свойства, задавать вопросы. К примеру, запускаем самолётик и рассказываем. Вот самолётик летит и летит, а сейчас он приземлился. Также очень полезно описывать свойства предметов, которые взаимодействуют с вашим малышом. Например, а куда же делся наш кубик? А вот он наш кубик под нашим малышом. Интеллектуальное развитие малыша тесно перекликается с режимом воспитания и ухода созданным родителям. Как я уже говорила ранее, не держите своего ребёнка завёрнутым в одеяло. Давайте ему возможность двигаться, знакомиться с своим телом и окружающим миром. Почаще показывайте предметы, описывайте их свойства. Но не стоит торопить малыша, не надо заставлять его раньше времени садиться или вставать. Соблюдайте режим питания и сна. Также хочу отметить, что в таком маленьком возрасте интеллектуальное развитие тесно перекликается с речевым и коммуникативным. Необходимо постоянно разговаривать с ребёнком. Растягивайте слова, говорите короткими предложениями, чтобы ребёнок успел усвоить информацию, следить за движением губ. Ставьте акценты на интонации, с которыми вы произносите предложение. Для всего это очень хорошо подойдёт игра с наклеением ярмачков. Найдите имена знакомым людям, предметам или игрушкам. Начинать стоит с простых слов, например, дед, кот, мяч. Как только вы видите, что взгляд ребёнка направлен, например, на деда, стоит оживлённым голосом сказать, а вот это дед. Далее, если взгляд ребёнка ни на что не направлен, можно привлечь его внимание. Начинаю с фразы «Эй, малыш». Потом нужно перевести свой взгляд на предмет. Смотрите, чтобы ребёнок тоже перенаправил свой взгляд. И скажите оживлённым голосом, а вот это мяч. Затем игру можно немного модернизировать. Если вы заметили, что ребёнок задерживает взгляд на каком-то предмете, скажите простое предложение «Там то-то». Если ребёнок чутёт, скажите ему «Будь здоров». Помогите ему выстроить ассоциативный ряд. Кроме того, уже в более старшем возрасте, когда малыш начинает пробовать переворачиваться или сидеть, это примерно 4-6 месяцев, добавляем игры с более крупными предметами, например, с кубоками, мячиками, мешочками с разными наполнителями и другими игрушками, которые у вас есть в наличии. Малышу, который ещё не умеет сидеть, для удобства под грудь можно положить валик или подушку, изложить предметы перед ним на подносе, пусть он их разбрасывает, складывает свои последовательности, пробует на звук. Не мешайте ему. Малышу, который уже умеет сидеть, можно игрушки сложить в коробку или в контейнер. Он будет его переворачивать, разбрасывать вокруг себя. Не мешайте ему, они так познают окружающий мир. Конечно же, это не все игры по интеллектуальному развитию. В общем, существует очень множество игр на развитие определённых навыков. В таком непродолжительном ролике невозможно описать их все. Если же эта тема вызывает у вас особый интерес, пишите в комментариях, какое направление вы хотите рассмотреть, или даже их все. Попробуем их охватить и рассмотреть большее количество игр. Ну а с вами была Анастасия, я рассказывала о пяти основных направлениях развития малышей в первом месяце жизни. Ставьте пальчики вверх, делитесь в данном виде со своими друзьями, и оставляйте интересные предложения для обсуждения в комментариях. До новых встреч! Пока-пока!